Мы мирные люди, но наш броненосец стоит на запасном пути. Они заряжают вас на здоровье из тумана, как два ёжика. Бравьте бедо! Мы, кого хуже, хоть чёрты переживём. Ты татуировки набивал в Америке? Нет, все в Киеве. А, там у вас это дорого, дёшево? Кому попадёшь? По киевским меркам. Дождя, а кто у тебя вот это? Это Ленин? Нет, это Крикорьевич Шевченко. Шевченко, это наш украинский писатель. Да. Ну вот, привезла гостей. Класс. Покушать сладкую вату. Да, я первый раз навижу живую настоящий хлопок. Лети нитки. Да, смотри, Лена, свитер сделай. Хлопок уже подходит к завершающему этапу. Его уже собрали, это остатки. Ты видишь, что урожай уже собран. Обратите внимание, вы видите, какие большие пространства? Ага. Да. То есть, вот это большие мотки, это уже готовый хлопок. Его погрузят и потом будут пристать на производство. Да? Да, вы можете, мы можем пойти, посмотреть и прогуляться. Оливия уснула? Нет. Нет еще, она ест мороженое. Ну что? В принципе, можно. Давай, бывай. Да, давай. Кати домой, катона. Домой? Ну что, можно, в принципе, с краем покатить можно было. Покатили. Покатили. Белая камелия. Севрит Оксана из Алабамы. У нас в гостях Роман. Привет. Привет, Оксана. Привет, ребята. Роман, это канал Блок Толстяка. Они переезжают из Орегона. Да, из штата Вашингтон. Мы рядом живем на границе, жили граница штата Вашингтон и граница штата Орегон. В общем, они решили переехать во Флориду, потому что там теплее. И будем считать, будем надеяться, что там проще, потому что все-таки теплый климат вам лучше зашел. Да, мы жили там три с половиной года. Это, в принципе, довольно большой срок для того, чтобы уже пустить корни. Но мы решили, пока Оливия у нас, у Оливии два года, три месяца. И пока она еще такая маленькая, попробовать попутешествовать по штатам и выбрать наиболее подходящее место для нашей жизни. Сейчас мы находимся в парке. Его жена Лена и с дочкой Оливией бегают, играют. А мы с Ромой сейчас присядем и поговорим с вами. Когда я увидела твой канал впервые, и он назывался Блок Толстяка, я подумала, надо же, какой человек самокритичный. Ну, да, да. Изначально я создавал канал просто для себя и на что бы контролировать свое похудение. У меня был вес около 100-100 килограмм. Я решил все-таки сбросить килограммчиков 20 и думаю, сделай YouTube, чтобы контролировать себя, какие-то там диеты, занятия спортом и все такое. И у меня даже не было в мысли, что будет моя большая аудитория и смотреть за моей жизнью. Это уже все здесь, в Америке уже это все получилось. Люди пришли. И реально у меня сейчас 86 тысяч подписчиков. И люди смотрят, наблюдают. Когда у тебя канал стал расти, на каких роликах? Когда вы грин карту выиграли или позже? Чуть позже, когда мы уже переехали в США. И вот буквально через несколько месяцев первое видео про мою первую зарплату, сразу я проснулся и вот так вот знаешь, как джекпот в Лос-Екосе сорвал. И вот так вот очень-очень много людей стало приходить, смотреть, просмотры, подписчики. Я вообще, я реально был в шоке. Я до сих пор в шоке. На самом деле. У меня 86 тысяч подписчиков, но, конечно, просмотров сейчас 10, 12, 20 тысяч. Но это все равно, это очень много. И я как бы сам в шоке до сих пор. Уже 4 года канала. Я не могу поверить, что кому-то интересен я, как простой парень. Блин, а? А мне кажется, что я всем должна быть интересна. Если кому-то неинтересна, то вообще, что у нас должны быть на канале замечательные чувства юмора. Понимаешь, я живу простой обычной жизнью. У меня нет никаких там необычных каких-то историй жизненных. Как есть, так и есть, так и показывают. У вас что-нибудь было смешное в жизни в Америке? Ну, да. И сразу пришло в голову. Но оно не столько смешное, сколько страшное даже, наверное. Это когда сразу по приезду, через полгода, я ехал с другом и Леной за рулем в нашем автомобиле. И Лена уронила телефон, по которому ехала. Там была карта открыта. И начала вилять по дороге. Так она проехала 2,5 мили. И потом оказалось, что за нами уже ехала полиция с мигалками. И не одна машина, а целых шесть, кажется. Шесть машин. Перекрыли трассу. И нас с поднятыми руками вывели. Это было страшно. Ну, сейчас-то уже смешно. Но реально была полицейская погоня за нами. Вот это кто первый пришел в голову. Думали, что наркоманы какие-то за рулем. Да, да, да. Ну, и тем более, они же включили мигалку. А Лена, просто не имея опыта вождения, просто подумала, что что-то просто едет машина с мигалкой. Сейчас уже, да, мы за 3,5 года уже как бы многое поняли, уже все такое. Но, знаешь, я считаю, что человек успешен, если у него есть стабильная работа или же хотя бы свой какой-то маленький бизнес и свой дом. У нас за 3,5 года, к сожалению, нет хорошей работы. У меня работа есть, но я бы не сказал, что она приносит хороший доход. Но, к сожалению, я работаю один. Лена сейчас с ребенком. Во Флориде мы планируем Оливию отдать в садик. Лена и я будем работать. Дома пока у нас за 3,5 года нет, к сожалению. Я понимаю, мне многие пишут, что, ну, многие, некоторые, мы неудачники и все такое. Я на это не обращаю внимания, я мелкими шажочками иду просто вперед. Ну, это самое главное, как ты это ощущаешь. Если ты знаешь все-таки, нет, можно по-разному смотреть. Если у тебя нет дома, это еще не значит, что ты неудачник. Вот для некоторых аренда это выбор, потому что ты когда арендуешь, ты платишь за жилье. Ты же не живешь под мостом, ты платишь за жилье, за комфорт. Очень многие эти квартирные комплексы имеют и бассейн, и детскую площадку, и спортивный клуб рядом. Если ты арендуешь, ты не думаешь о термитах, потому что компания там обработает все. Ты не думаешь о страховке на дом. Ну, в общем, очень много нюансов, и тебе даже проще. Ты обычно не должен ничего подстригать, никакую травку, ни за что переживать. И у тебя больше денег остается даже, когда ты арендуешь. Потому что если у тебя сломался холодильник, или там посудомойка, или потекла крыша, за это платишь не ты, а тот, кому принадлежит этот квартирный комплекс или дом. Да, и вот как ты мне сегодня сказала, что бассейн в доме, это не просто удовольствие, а еще и 2-3 тысячи долларов в год. Это роскошь. Это роскошь, да, потому что это постоянно химикаты, там палка, сачки и все такое. Это все... Да, да. Да. И, а есть квартирные комплексы, где вот там ты 10 минут за 1000 долларов можешь снять квартиру, и там у тебя будет и детская площадка, и бассейн, так что нет. Я не считаю, что арендовать это выбрасывать деньги. Потому что ты знаешь, что можешь купить дом, ты можешь в нем прожить всю жизнь, ты за 30 лет его выплатишь, и это не значит, что он увеличится в цене во много раз, и твои наследники с радостью распилят кусок сыра. Нет, это может... Его могут сожрать термиты. Да, да, да. И он может быть в таком состоянии, что ты его выплатил, да, но он не стоит этих уже денег, которые ты когда-то за него платил. То есть вот тут вот палка о двух концах. Поэтому, понимаешь, у каждого... Ну, мне кажется, иногда невозможно вот раздваивать домки. И тем более у каждого свой какой-то сложный путь. И я знаю людей, которые вот верят в то, что надо вот... Что гораздо проще арендовать, тем тогда проще переехать куда-то. А когда ты уже купил дом, во все эти ремонты вложился, тебе уже сложнее это продать. Тебе это... Дети уже не хотят переезжать. Ну, пока только не вырастут из гнезда своего. Слушай, а вот какого типа ролики тебе больше всего нравится делать? Да, в принципе, я... У меня нет никого сценария, я не прописываю тексты. Я же, ну, снимаю то, что все происходит вокруг меня. Есть люди, которые говорят, что ты показываешь только хорошее в Америке, да, как тебе платят там госдепти, ну, образно говоря, за то, чтобы ты показывал только хорошее, и чтобы в Америку все ехали. Ну, на самом деле нет. Я привык воспринимать жизнь именно с позитивной стороны, и как бы замечаю только хорошее. Плохое в Америке есть, и его много. Но я... Да, если вы хотите плохое, да, приходите на мой канал, я вам термитов покажу, блесень. Да, ну, я не хочу снимать бомжей в Портленде, но мне это не интересно. Они есть, это обратная сторона жизни в Портленде, и это реально очень напрягает некоторых людей. А вдруг они не захотят, чтобы ты их снимал? Плеснут тебе там, я не знаю, горячим кофе или кислотой в лицо? Это тоже еще не каждый человек захочет, чтобы его снимали. Ну, вообще, как бы, самое мое любимое видео, это когда мы просто с Леной, с Оливией где-то гуляем, я просто снимаю это, показываю, ну, рассказываю обычную жизнь в США. Это многим нравится, потому что, ну, как бы, они, люди, зрители, они, как бы, тоже себя переносят в маленький городок в США, и, как бы, вместе с нами проводят свободное время. Как вариант. Да. Ну, сейчас мы тоже погуляем по парку. Я сейчас переверну камеру. Тебя не видели, но она будет около тебя, и мы покажем. И сегодня у нас 5 ноября, вот, люди одеты очень легко. Детская площадка, очень такая милая, посмотрите. Да. Еще один из факторов, что мы, почему мы переезжаем во Флориду, именно в ваши края, это то, что здесь тепло, здесь океан. Мы, как бы, за 3,5 года вкусили прелести близости океана. У нас примерно около двух часов ехать до океана, от нашего места, где мы жили. Но в этом океане нельзя купаться. Это только услада для своих глаз, понимаешь? А у вас здесь рядом, под боком... Мексиканский залив. Мексиканский залив, в котором можно плескаться сколько угодно. Здесь у вас тепло, в принципе, круглый год. Но зимой у вас, наверное, здесь немного прохладно. Вы одеваете кофточки? Да, мы одеваем кофточки, шубы не одеваем. Но есть кофточки, есть курточки, есть там сапоги. И получается так, что дети могут с утра одевать куртку, а днем они приходят, и они уже в шортах играют около дома баскетбол. Они также могут плюхнуться в феврале в бассейн. Ну да, да. Вот, кстати, познакомьтесь, моя жена Лена и прекрасная принцесса Оливия. Здравствуй, Оливия, скажи привет! Ну, за кадром мы вам покажем Лену и Рому в гостях. Видишь, им очень здесь понравилось. Угу. У нас есть ничто общее. Вы также, как и мы, мы, конечно, разные каналы, потому что мы в Америке 22 года, у нас совершенно другой опыт, у нас свой бизнес, и мы делимся вот тем, что видим. Мы также любим на позитиве что-то рассказывать, мы любим пошутить, вот. Но мы никого не зовем, не говорим, что это самая лучшая страна в мире, и надо здесь тоже много работать. И нам нравятся американцы, с кем мы делаем дело. То есть у нас очень редко случаев, когда нас кто-то там обманул или обидел. В основном все хорошо. Я с американцами работаю, мы делаем ремонт американцам. И я пришла к выводу, что вот вы трудяшки, вы тоже все время что-то ищешь, ты какие-то свои пути, ты-то там посылки разводил, ты-то мебелью занимался. Вот. И вы с Леной, так же, как и мы, Серега, вы одни, у вас нет тут родственников, кому можно было бы там детей подкинуть. Да, да, да. Там, то есть вы сами по себе, родственники далеко, вот, и мы тоже сами по себе, каждый сам за себя. Вот, давай идем, пройдемся еще пока, посмотрим. Да, Оксана, еще знаешь, вот здесь палка о двух концах, жизнь в Америке нашему иммигранту. Ты или же окунаешься полностью в американскую среду, работаешь, например, в магазине Walmart, да, ты за пару месяцев можешь выучить язык, ну, ты никогда не станешь американцем, но ты хотя бы окунешься в среду с головой, а другой путь, это ты будешь здесь в Америке крутиться среди своих. Ты не будешь знать языка, ты будешь работать на работах на своих же, где будут платить минималку, и ты будешь крутиться в собственном соку. Именно во втором случае, больше всего людей, которые разочаровываются в иммиграции, они же или возвращаются назад в Россию, в Украину, в Казахстан, в Беларусь, или же просто живут здесь и, будем говорить грубо, обсирают все вокруг. Это за 3,5 года жизни в Америке, это я реально увидел именно на своем практическом, на своем практичном опыте, и это печально на самом деле, потому что если человек не хочет развиваться, он всегда будет недоволен и собой, и окружающими. К сожалению, так и есть. Ну, видите, вам понравилось, надеюсь, вам понравились наши философские размышления. В конце я воткну нарезку, что за кадром, потому что Серега с Ромой и в сауне посидели, и Лену учила я готовить завтрак. И переходите на канал Ромы, и у него на канале будут ролики с моим участием, и мы домик с приколами вам покажем. Так что, если вам интересна жизнь простой семьи в Америке с нуля, которую выиграли грин кар, то это канал Блок Толстяка. Но не пишите ему, что толстяк, тебе пора худеть, потому что он бессопливых знает, все поняли. Касайте мои косаточки, я заряжаю вас на хорошее настроение и здоровье. До новых встреч. Хотела показать красивый закат. Небо в огне. Я заметила, что у Ромы на майке и на руке вот такой глаз. А вот, Рома, зацени новое ищу за моего сына за 150 баксов. Ну вот, что здесь такого? Я знаю, ты кушаешь, но они... Тут глаза, и сбоку глаза. Вот, смотри. Да, да, да. Глаза с обоих сторон. Я не понимаю, ну зачем 150 долларов? На самом деле, да. Необычно, да? А, да, 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 Оксана. И вот доллар. Да, 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 я это знаю. Да. В честь доллара у тебя, да? Возможно, какие-то значения есть. Ну, я самое главное, как ты к этому относишься. Я никаких значений к этому не привношу, поэтому все нормально. Да. 150 баксов, это такая, что да, это жестко. Видишь, глаза внутри, так они же внутри еще. Видишь, как сделано? Нет, 150 долларов, это 15 пар по 10 долларов мне на работу. Это лет на 5 мне хватит их носить. Нет, так вот ты за ним будешь доношивать. Когда ему... Это да. Да. За кадром. Опа. Тышь, тышь, тышь. Ой, драка какая. Теперь поняла, какие игрушки следующие покупать, да? Да, я знаю, она может быть такие. Ты же девочка, должна сыграться с куколками. Нет. Она никому не должна. Девочка должна уметь за себя постоять. Да. Все, пошли. Так. Это был бы не Сергей, если бы он не стал хвастаться. Ну, чай пьем. Мы это там не понимаем, поэтому нам как бы... Сергей показывает. Красивые. Короче. Короче, он показывает, что вот у нас три ствола есть. И теперь мы его в заложниках, да? А что из них что? Это 45-й. Это 2,2. Это тоже 45-й. Вот этот мне больше всего нравится. Можно его потрогать? Маленький, хороший. Да, да, да. Интересно. Ручка такая, она как бы пластиковая, да? Да, это 7-ми зарядные. А эти все по 10. Ну, тут все рядом есть, мы иногда стреляем. Мы иногда ездим. Кто бы, знаешь, как-то... Ну, так приятно в руку ложиться. Вот я где-то читал, знаешь, как выбрать пистолет. Если вот он в руке, да? Удобно, то... Как волшебную палочку. Да, да, да. Если колорайшу колдует, то значит твоя. Это бразильский. Интересно. Класс. А здесь как лицензия? Очень легко. Легко идешь и покупаешь. Здесь у тебя пробьют. Если у тебя грин карта, то ты это... Сразу ты не купишь. Если гражданка, сразу... Или что-то еще пробиваешь? Все пробиваешь. Ты должен быть резидентом штата. Здесь они смотрят, здесь в Алисской праве. Но с 18 лет можно пойти и взять. Гражданину штата проще. 25 долларов стоит. То есть здесь проще получить, проще купить. А чтобы сказать гражданинам штата, сколько нужно прожить? Не просто? Полгода. Чтобы быть резидентом штата, полгода. То есть как гражданину Америки проще. То есть ты не должен в психиатрической больнице принести бумажку, что ты в порядке. Ну да. Потому что мало ли. Да. Я думал, на самом деле, взять себе оружие. Но пока еще, как бы так, еще пока думаю, какое именно. Не для того, чтобы его использовать именно по прямому назначению, как это делают полицейские или же бандиты. А чтобы он был дома на всякий случай, на всякий пожарный. Правильно, правильно. Мало ли, там беспорядки, небеспорядки, что там будет твориться. 45-й, прикинь какие. Вау. Вот это, да, бочечки такие. Вот это бочечки. Если всадишь, то это уже 100%. А чем они отличаются от, что вот здесь? Это разрывные. Ага. Ну это вообще тогда... Это все, это попадает, ногу оторвет. А это? А это обыкновенная. А чем мне будет отличаться вот этот от... Это разные металлы. Разные металлы. Это свинец, это... Там внутри металлический сердечник. Медь? Нет, это просто оболочка. А, медная оболочка? А там и металлическая хрень. Сергей, а ты ходишь в тир, там пострелять, там все? Да, мы ролик делали. Вот. И еще у нас... Мы и детей... И ты должен иметь в виду, кстати, Ром. Как обращаться, как брать, как зарегать. Да. Ну это вообще сложно, например. Вообще Сергей не очень хороший учитель. Лучше всего идти, когда там профессиональные... Во многих тирах есть профессиональные инструкторы. Это стоит недорого. Тебе даже не надо покупать. Ты у них как бы берешь в аренду. У тебя могут карабином научиться пользоваться. Каким-то пистолетом. И это самое лучшее. То есть вы пришли, поучились чуть-чуть. То есть вы всегда можете в том же самом тире, в том же самом тире вы можете купить пистолет. Мы делали ролик. Моя подруга купила при нас такой золотой пистолет. Это был пистолет ее мечты. Золотой? Да, он золотой пистолет для Лены. В общем, и в тире действительно можно пробовать то, что у них есть. Как бы в аренду. Ну-ка ешь. Вот. Так что да. То есть очень много нюансов. То есть не надо обязательно покупать. И так пристреляешься, и потом поймешь, что тебе это. Здесь у нас очень много. Каждые 2-3 месяца проходит ган-шоу. Вот. Поэтому люди могут прийти и показать, что у них есть разрешение на наношение оружия. И им продадут. Просто так не продадут. Что еще прикольно, я заметил, мы как вот ехали, на заправках там или еще где-то были люди, у которых просто вот так вот на поясе пистолет. То есть, ну, а где-то нужно, это же открытое ношение оружия. Мне во всех штатах это разрешено. Это называется concealed. Оно закрытое. Оно у тебя в кобуре. Оно должно быть в кобуре. То есть, сейчас покажет Сергею свою лицензию. Ага. То есть, там фотография. И там, да, ты можешь на год купить, на 2 года можешь купить. Это лайн-сенса, полный кошелек. А это на наношение. Это свободно. Меня никто не арестует. Мне просто, я им покажу, что ему мне есть. Очень интересно. Мы мирные люди, но наш броненосец стоит на запасном пути. Что-то Оливия тут нашла кинжалы. Нашла оружие у Вани. Да. Ты вообще тут, смотри, нашла оружие, вооружилась. Показывай, что это. Это Лего. По запросу она не разговаривает. Она только, когда сама хочет. Да, смотри. Мари догадалась, что надо засовывать. Мари, молодец. Ее же никто не показывал, как. Она всегда сама догадывается. Ей помогать, она не любит, когда ей помогают что-то делать. Она сама пока не додумается, пока сама не решит, что ей делать. Только все сама, самостоятельный ребенок. В общем, Роман у нас спал тут полночи, да? А потом они спали вот здесь. Ребят, кстати, еще какие-то штучки притащила. Я даже не знаю, где она их нарыла. А, это знаешь, что ты резинки. Ну, я знаю, да. Ну, нарылась. Но где-то нашла. Нашла. А это, кстати, вам идея я приносила. Она, Рома, оттуда притащила. У нас было два. Да я выключила вентилятор, закрыла. Окно было тепло. Не, я не думаю, что она решит прыгнуть в бассейн. Ну, мы ее учили, когда были в Сарасоте. Да? Ну, она, правда, на ручки нам прыгала, но она знает логику этого, как оно работает. Ну-ка, давай как. Что она думает? Не понравилось, не понравилось. Сегодня купаться не будем. Ваня хочет показать Оливии, как играть с песком, который у него. Смотри. Покажи ей, что делать. Покажи ей, что делать. Покажи ей, как сделать шарик. Шарик. Сэнд. Видишь, она поняла. Сэнд. Правильно, да. Аккуратно спускайся. Молодец. Молодец. Молодец, Оливия. Оливия знает толк в лестницах. Хорошо. Ну-ка, давай погладь киску. Смотри, киска не убежала еще. Обычно это такая киска вообще. Киска меня терпеть не может. Именно это. Это famous. Подвижались? Да, я вообще удивляюсь. Так осторожно. Так она аккуратно. Те нравятся котики. Мы подумали, как Оливия вырастет, тогда уже взбойдет. Чтобы она сама могла чистить песок. Да, да, да. Когда сама попросит, подпишет. Она слишком маленькая и нет, все лучше не надо. Ну и пока нет своего дома, это на рент еще и платить. Даже без проблем. Д柄. Только в фильме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова